снова здравствуйте дорогие зрители наконец дошли руки у меня до распаковки вот этих вещей и наконец я смогу сделать тесты того что здесь внутри а значит есть интересно то вот эту упаковку оценивают в 10 долларов такую упаковку оценивают в 5 долларов не хватает у меня еще одной вот такой упаковки а заказывал три таких три таких ну вот как тут продавец дал всего один трек и собственно говоря я не знаю чего не хватает вот что продавец за поросенок такой да то есть одно он упаковывает не пожалел пешку 2 он просто упаковал ну как тут неправильно и так что мы имеем как быть и разложить поудобнее положим их вот таким вот образом мы видим то что не хватает еще одних вот таких вот часов а значит собственно говоря по комплектации давайте посмотрим отверточка зарядка какая-то инструкция мы убираем раз эти оставляем и давайте наверное берем вот так вот значит в итоге мы имеем у пятидесятые и у 90 сейчас это видео поделится на три части первая часть это будет общее видео которое будет называться распаковка номер такая-то за такой-то месяц второе видео это будет обзор часов q50 и третье видео это обзор часов q90 с тестами соответственно и они уйдут там соответствующий раздел давайте начнем наверное с q90 и так в нашем случае достаточно простая комплектация это сами часы кабель для их не зарядки и собственно говоря инструкция как ими пользоваться плюс qr-код начнем мы с того что мы скачаем этот самый qr-код ну вернее прочтем этот qr-код значит смотрите в нашем случае есть два варианта ситрекер классическая версия и ситрекер 2 новая версия ну давайте наверное поставим классическую версию мы поставим не будем заморачиваться так ну пока она скачивается давайте посмотрим что из себя представляют часы такой вот ремешок резиновый можно какие-то другие цеплять ремешки и пользоваться значит вот у нас датчик снятия с руки давайте попробуем так ну смотрите шаг номер первый вставьте сим-карту в теле в сами часы если было бы еще нарисовано именно ее вставлять будут наверно совсем хорошо как тебя для начала включить все-таки придется в инструкцию мы включились часы поддерживать только 2g данные да почему это важно потому что скажем в москве а тот же самый теле 2 работает в сетях только 3g видимо все-таки а карту не той страной ставил так логин нужен телефон или электронная почта давайте попробуем регистрацию попробуем сделать айди устройство для того чтобы прочитать айди устройство нужно посмотреть на qr-код сзади и так регистрация была закончена но по какой-то причине ну давайте например где ребенок у нас не в сети надо все-таки разбираться почему у меня не работает симка буду это делать и так я достаточно долго мучился пытался понять как вставить сим-карту почему он ее не видит в итоге вставил выключил включил он увидел сим-карта на он увидел сим-карту и он полностью готов к работе полностью готов к работе давайте посмотрим что мы можем с ним делать ну например мы можем посмотреть где находится он вы знаете очень очень точно показывает несмотря на то что я нахожусь на балконе не знаю а gps пробивает или я локации сети ведь вот немножко все таки он попрыгивает давайте попробуем поднести его поближе к окошку да около кошка он очень точно показывает именно в этом углу собственно говоря эти часы в данный момент и находятся а значит индикация ведь вот сейчас исчезает и появляется это датчик снятия с руки это есть это интересно не знаю что нажал не суть значит видно сколько у него осталось зарядки знаете по-моему даже будет несколько разных часов то есть если у вас несколько детей до либо отслеживаемых сотрудников не знаю а вы сможете их разом судя по всему от отслеживать будет сказать отслеживать так в настройках мы вбиваем через сос кнопку номера родных то есть если ребенок нажмет кнопку сос набор будет производиться по этим номерам обратный звонок вот сложный вопрос то ли свой то ли тот режим его локации ежеминутно и бы там каждые 10 минут например не беспокоить ну к сожалению не скажу о чем можно менять громкости вибрации настройка сообщений о низком заряде сигнале сос либо датчик снятия с руки то есть ребенок снял телефон с руки вам пришло сообщение не знаю что там связано с друзьями телефонная книжка есть 15 контактов которым ребенок сможет звонить с этих часов язык и время датчик снятия с руки удаленное отключение это то что есть в настройках где найти да то есть он будет фибрировать нужно для чего я здесь если вы потеряли часы да вы всегда сможете найти с помощью этой кнопки нам их нашли значит награды поощрение ребенка не знаю я что это дает наверно какая-то там игра с ребенком будильник а вы можете завести будильник ребенка чтобы он будил его в школу например здоровье а можно смотреть сколько ребенок спит сколько идет сколько калорий потрачено шагами достаточно интересно сообщение но видимо можно обмениваться с часами сообщениями геозона достаточно интересная вещь а как тебя устанавливать мы будем такая вот например геозона геозона нужна для чего если ваш ребенок выходит из этой геозоны вам приходит сообщение отчеты а можно посмотреть как ребенок перемещался в нашем случае это нечаянно его туда кидануло да ну если бы он шел по улице вы могли бы видеть куда он заходил и голосовые сообщения здравствуй дорогой ребенок как у тебя дела здравствуй дорогой ребенок как у тебя дела ну вот например я сейчас наговариваю это сообщение но дойдет к ребенку ну судя по всему ребенок тоже может отвечать да вот видите появилась вот такая вот вот такой значок он говорит о том то что сообщение набирается то есть вот таким образом ваш ребенок может с вами переговариваться через чат до голосовыми сообщениями помимо прочего судя по всему можно делать и звонок но сейчас вернись да текстовые сообщения тоже можно отправлять где же интересно послушка значит я отправил ему запрос на обратный звонок да 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 ой вовочка а давай мы с тобой как взрослые дети будем курить сигареты да конечно пойдем купим пачку сигарет ох какой вова нехороший да все верно я просто убрал смысл в чем а мы заходим в обратный звонок набираем ваш номер телефона и часы звонят вам при всем при этом о том то что они звонят ребенок даже не знает и тем словом вы можете его прослушивать конечно это наверное все таки неправильно так с ребенком поступать но такая возможность есть насколько понимаю да как сказать тогда не на не насколько понимаю а на этом до домашний тест я думаю можно считать завершенным а значит из минусов смотрите то есть я ничего такого с ними не делал ничего такого с ними не делал они видите немножко подпортились вот как так-то не знаю ну давайте возьмем вторые удивительно видимо они были такими при транспортировке надо будет открыть спор немножко с ним поспорить значит смотрите за за сим до домашний тест я максимально показал их невозможности обозначил да по gps он находит по gsm сигнал он тоже опять же их находит прослушивать можно сообщение голосовые либо текстовые отправлять можно да в этом отношении часы прикольные да по цене от стоят они ну вполне земных денег я думаю надо делать их как регулярный товар да то есть держать постоянно в наличии смогом их без длительного ожидания отправлять из россии да там почтовые расходы плюс 300 рублей но не такие большие деньги на этом к 90 я думаю можно заканчивать мы сейчас перейдем к обзору купить 10 он будет ну еще раз до видео делится на три части целиком отдельно к 90 отдельно купить 10 переходим купить 10 и так переходим более простым часам которые имеют техническое название 10 помимо прочего у меня на подходе еще есть часы которые уже поддерживают формат 3g и и в этом случае можно там еще делать фотографии так ну ребят да ситуация получается следующее они немножко попроще и у них есть ограничение то есть видите вот эта часть жесткая поэтому она вот ограничивает размер руки на которую их можно надеть давайте открутим вот так вот мы видим аккумулятор на 2000 миллиампер часов слот для сим-карта так ну что сим-карту вставили давайте включим часики я не стал закрывать заднюю крышку потому что мне все равно сейчас все дело надо будет убирать значит здесь прячется штрих-код я его сейчас ввиду в программе которая была скачена по тому же qr-коду профиль список устройств добавить устройство все мы переключились на них вот у нас список устройств то есть соответственно вы можете несколько часов держать внутри давайте посмотрим где ребенок так вот значит он нашел его но очень не точно показывает ребят вот до безобразия не точно а если вы посмотрите на вот красненький указатель под названием тест это место где реально он где реально сейчас часы находятся очень сильно севший аккумулятор и очень сильно не точное показывание давайте мы его несем к окошку окошко прозрачное большое ну ребят очень 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 сильно не точно показывает давайте для чистоты эксперимента я прикручу назад пластину возможно она как-то влияет на работу gps и мы и мы вернемся к их тесту итак немножко подзарядили телефон поставили на него железную крышечку и начинаем смотреть ну вы знаете достаточно точно он начинает показывать погрешность ну не знаю в метрах прям вот совсем чуть-чуть давать его к окошку подвинем посмотрим что-нибудь изменится нет ваше место назначения находится слева ну да какая-то страшная произошла не знаю что это означает значит еще раз точность ну вот давайте поближе сделаю да вот дом рядом с ним да дорожка и то есть вот такая вот происходит ошибка в принципе это ну абсолютно нормально когда я включаю телефон дома он точно так же показывает меня вот приблизительно здесь так аккумулятор опять у меня сдох ну давайте посмотрим на что хватит значит есть голосовые сообщения которые мы можем отправлять на телефон не буду я их отправлять потому что эти часы нужно будет мне отдать человеку я не могу понять как их стирать невозможно создать геозабор если ребенок выходит с этой геозоны нам начинают приходить сообщение на телефон а что-то не светишься только моргает да это нужно для того чтобы найти потерявшиеся часы дома награды можно ставить ребенку не знаю что это дает можно заводить будильник и следовательно часы будут звенеть можно в истории смотреть сколько было сделано шагов потрачено калории время сна ну то есть вот и сяоми там майбант и так далее и тому подобное то же самое для детей стандартная вещь для умных часов можно отправлять нет немножко я вас ввел в заблуждение а здесь приходит сообщение относительно того что произошло с часами да в нашем случае был низкий заряд пришло сообщение геозоны это вышел не вышел геозабор отчеты это как ребенок перемещался голосовые сообщения это можно с ним обмениваться самое важное это вот самая интересная вещь это сос номера родных то есть на телефоне есть кнопка сос если ребенок ее нажмет то начнут заранее выданные заданные номера начнется звонок обратный звонок то есть мы берем вводим сюда свой телефон и через какое-то время часы начинают звонить по этому номеру то есть вот мы позвонили и я сейчас вот говорю около часов а из телефона становится слышно слышно? да слышно то есть вот например скажем у вас дочка да и вот она такая а это точно будет не больно ну ты берешь такую и звонишь а ну быстро домой ну и блюдешь за ее там честью ну не знаю там или там ребенок курит можно ну это подслушивать вещь конечно неправильная ребенка слушать нехорошо но вот она здесь есть значит режим геолокации как часто отслеживать от этого зависит на сколько хватит аккумулятора настройка сообщений телефонная книга то есть с кем ребенок сможет созваниваться разрешенные номера с кем опять же он сможет созваниваться там мама папа да вот сейчас вот записная книжка пуста и датчик снятия руки о том чтобы вы были в курсе что ребенок снял с руки достаточно все до безобразия понятно значит я посмотрел на эти часы и я понял следующее что вот Q50 ну да они вроде как вот недорого стоят вроде как все необходимое в них ну есть при всем при этом ну как-то это не серьезно да это касаемо раз касаемо два ну ограничение по размеру руки ребенок чуть взрослее уже на ручку не налезут это опять же плохо поэтому мое личное мнение да то что Q90 это вот ну в принципе оптимальный вариант учитывая то что цена ну не такая большая зайдите посмотрите вполне возможно это продавец станет моим основным поставщиком этих часов они у меня будут в наличии и сейчас жду еще там две интересные модели одна из которых работает в сети 3G и на ней есть камера может быть тоже станет постоянной не знаю вроде как в Москве даже их еще ну в продаже не видел вещь интересная полезная в подарок предложить вполне без проблем если вдруг вы хотите какой-то дополнительный тест чтобы я провел посмотрел сделал замерил напишите мне в комментариях к видео я постараюсь это сделать ну а пока за 7 я думаю видео можно закачивать до скорых встреч всем всего а 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 Субтитры создавал DimaTorzok